Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своём канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена, и со мной моя маленькая доченька Сонечка. Ну что, а у нас очередной мукбанг. Сегодня я очень думала долго, что же приготовить нам на ужин. У нас уже вечер. И в итоге мы с Соней решили, что неплохо бы покушать вареников. Мы давно не ели вареники с картофелем. И, естественно, сегодня приготовила. Это вот порции нам на двоих я отварила. Не знаю, съедим мы всё или нет. Если не скушаем, то завтра, может быть, жареные вареники сделаем. Ну, будем пробовать. У нас такая же жара стоит. Сегодня прям немножечко чуть-чуть попрохладнее. Ну, показывает термометр, что 25 градусов, но на Солнце, я думаю, что не 25. Дома 29. Вот я сейчас готовила вареники. Жарко. Ну что, давайте уже будем кушать. Всем приятного аппетита. А то у меня Сонечка, как всегда, самая голодная. Да, Катя, ты знаешь, что я тебе ложкой положу. А ты сама уже вилочкой будешь кушать. Вареники у нас прям такие классненькие. Красивые, да, Соня? Соня, мне, кстати, помогала готовить. Да. Как раз пока выставляли свет, камера немножечко... У меня окно открыто. Немножко проветрилась наша кухня. Так, Соня, с чем ты больше? А с сырным соусом. С сырным соусом? Ну, соевый не хочешь? У нас тут здесь соевый соус и сырный соус с варениками. Соевый хочешь? Масло. Ну, давай тебе соевый. Чуть-чуть сырный. Я воду не солила для вареников специально, чтобы вкусненько было. Чтобы можно было с соевым соусом кушать. Потому что соевый соус все-таки немножечко... Он такой соленый. Так, я маме так положу. Ложка хотела, ну ладно. Тесто очень хорошее в этот раз получилось. Даже вот вообще у нас не развалился ни один варенчик. Аккуратно, Соня, горячее. Прямо аккуратненько. Я вот так чуть-чуть себе стоила соус тоже. Сырный соус могу тоже немножко дать. Не спеши. Дать? Да. Чуть-чуть сбоку тебе вот так. Давай еще сырный. Да. Каплю. Я себе тоже положу. Такого-такого. Искали сегодня чесночный соус. Фикс-прайс опять ходили. Мы не нашли в фикс-прайсе ни чесночного соуса. Ничего. Мы сегодня зашли на посылка небольшая с Азона. Она пришла по делу, можно сказать. Заказывали мы кое-что для работы. Не стала распаковку делать. Я думаю, вряд ли кому-то это интересно. И вот пошли в обратном пути. Мы говорим, пошли в фикс-прайс. Зайдем. Будем делать варенчики. Давай, говорю, купим с тобой чесночный соус. Не купили, нету. Купили Сырный. Вкусно. Варенчики получились, да? Вкусно? Не спешу, дочь. Не спешу, дочь. Вкусный сырный соус тоже вкусный. Не знаю, муж у меня не любит. Муж с соевым любит. Либо с майонезом. Майонез мы покупать не стали. Но ему не надо. Майонез. Хотелось нам соуса. Они же подостыли ничего, да, такие? Сложить еще? Да. Я же еще тебе один. Насунем по 8 вареников. Не знаю, осилим мы, нет? Ну, я думаю, что мы, наверное, осилим. Голодные сегодня, да? Угу. Так вкусно. И так жарко, что даже никакие разговоры не идут, темы разговоров не идут в голову. Хм, 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 да? Обрадовались сегодня. Еще по прогнозу обещали более прохладный денек будет. Да, куда уж там. Только обещали. А по факту... Не знаю. Ну, немножечко, конечно, в тени чувствуется, что солнышко чуть-чуть менее жарит. Вчера вот я вышла на улицу, когда... У меня вообще такое ощущение было, что воздуха просто не хватает. Невозможно было просто дышать даже. Элементарно. В тени. На пекле я вообще молчу. Зашли на рынок, да? Там, естественно, ну, как бы, рынок-рынок. Есть, конечно, палатки, но я так понимаю, что в палатках никакого кондиционера у них там продавцов нет. Бедные, как они там работают, я не знаю. Я и пяти минут там не смогла простоять. Убежала просто. Мне никаких овощей ничего не хотелось. Выбежала, купила на улице. На улице тоже у нас. Палаточки на рынке. Я не представляю, как люди, вот, реально, это просто каторга. Какие-то вообще жутчайшие условия труда. Говорят, да, привыкают. На таком привыкнуть, мне кажется, невозможно. Просто жить. Утром, наверное, конечно же, парохладник у них там, но... А это мне маме два. Ой, как хорошо, как вкусненько. У нас там еще варенчиков осталось как раз на разочек покушать. Ну, ничего, они в холодильнике хранятся долго. Как раз вот на такие вот дни, когда готовить ничего не хочется. Когда готовить ничего не хочется, когда вот такая вот погода за окном. Хочется что-то побыстрее. Мы то вот отварили только, а уже... Держи. И то вот только отварили, вроде бы, казалось, да, а уже духота. Все-таки, да, кондиционер. Нужен кондиционер. Зимой забываешь про это. Вспоминаю, начинаешь, когда вот такие жарящие. Сонька у меня вся загорелая. Естественно, как бы зимой она белокожая была. И вся малышка моя, щеки красные. Не знаю, на камеру, наверное, не видно, но прямо вот у нее... Вкусно-щекая. Ну, как варенчики? Вкусно. Вкусно? Доедай, малышка. Ты уже все села? Угу. Мне тоже понравилось, все очень вкусно. Наелась. Сейчас будем, наверное, с Сонечкой заниматься каналом. Немножечко. Придем в себя. Вылила холодной воды. Да. Ой. Это не спасает. Соньке тоже водичка. Холодную не стала ей наливать. Налила такую. Просто прохладненькая. Комнатная температура, потому что заболеет. Мой маленький хомячок, Соня, да? Кушай, кушай, жуй, малыш. Кушай, моя хорошая. Ну что, друзья. Спасибо вам всем огромное, что досмотрели видео до конца. Спасибо за лайки, за ваши классные, позитивные комментарии. Действительно, вы поднимаете нам настроение. И даже вот в такую жару, когда не хочется лишний раз вообще просто даже двигаться, мы вот только ради комментариев ваших позитивных. Ну, я шучу, конечно. Конечно, мы собрались с силами, Сонечкой. Кушай, малыш. Собрались, Соня, с силами и решили, думаю, ну как мы наших зрителей оставим без видео, без наших интересных видео, без наших добрых пожеланий вам, друзья. Мы желаем вам, Сонечка, хорошего настроения летнего. И пусть вот эти жаркие деньки, они проходят легко, позитивно. Потому что, ну, лето, к сожалению, недолгое. Поэтому давайте наслаждаться. Наслаждаться вот этими летними деньками, потому что зимой, когда холодно, мы все вспоминаем вот эти деньки. И я вот, допустим, очень зимой очень хочется вернуться в лето. И даже вот эта жара, она уже не такой страшной кажется. Да. Да, утомляет. Но я лето люблю именно таким. Я не люблю, когда летом прохладно. Не знаю, мне не нравится летом. Потому что все-таки, когда жарко, гораздо больше возможностей для отдыха. То есть можно и в лес поехать. Можно на шашлычок пойти куда-нибудь в лесок тот же. Можно и покупаться где-нибудь в пруду, в озере. Это танцуть. А когда прохладно, ну, можно, конечно, на шашлык пойти, но уже гораздо меньше. Да. План действий, так сказать. План прогулок. Так что, это так. Ну что, мы будем завершать? Да. Да, завершать наше видео. Я покушала, Сонечка доедает, танцуть. Сонечка еще доест один варенчик свой. Она молодец вообще у меня, много сверху варенчиков. Я, если честно, думала, что мы не осилим. Здесь было, по-моему, 16 штук или 17. Кстати, мы на двоих все скушали. Молодцы. В этот раз они у меня такие не очень большие получились. Я специально делала поменьше. Потому что иногда у меня прям вареники такие, знаете, как чебуреки ленивые. Так что, вот так. Все, кто кушает, всем приятного аппетита, друзья. Всем классного настроения. Всех целуем, обнимаем. Пока-пока. До новых встреч, друзья.